Друзья, сегодня видео про оптимизаторы. Сегодня вам расскажу, для чего они нужны и их предназначение. В результате того, что часть солнечных панелей могут попадать под тень различных деревьев, зданий и так далее в определенный период времени. Если этот период временный, то есть не более 2-3 часов или часа, то соответственно рентабельно устанавливать вот такие вот оптимизаторы. Данный оптимизатор рассчитан на солнечные панели до 600 Вт. Работает он от 7 до 60 Вольт и максимальный ток пропускает 16 Ампер. Пиковый ток, вообще защита его, рассчитан на 18 Ампер. Температура работы может доходить до 150 градусов. В связи с этим на данной модели есть специальные такие зажимы, которые можно цеплять на саму солнечную панель. И оптимизатор находится в воздухе, не прикасаясь ни к солнечной панели, ни к каким-либо конструкциям и деталям. Так как северная сторона, здесь все попало под тень и приходится две линии подключать вот такие вот оптимизаторы. В солнечной панели смонтировала компания и не учла, что здесь теневая сторона. В результате выработка не соответствует расчетной. И наши специалисты рассчитали, что можно увеличить выработку установкой оптимизаторов, которые сейчас и монтируем. Рабочий ток, еще раз повторюсь, 16 Ампер и напряжение работы, ну лимит, начинает отработать от 40 2 Вольт нормальная. И система может доходить до 1500 Вольт, то есть солнечные панели могут последовательно соединены 1500 Вольт. Это 36 панелей, 72 ячейки. Пиковая эффективность данного модуля оптимизатора 99,5%. Сам он потребляет 0,9 Вт. И вес его 650 грамм. Размеры 10 на 10 сантиметров, толщина порядка 20 миллиметров. То есть он компактный, удобный, легко крепится и достаточная длина проводов. Можно устанавливать в открытом воздухе степень защиты АПИ-67 и температура работы от минус 40 до 65 градусов. Ошибкой монтажа бывает крепеж, который находится не на бугорке вот здесь, а в самой канаве. В канаве стоит вода и вот эти вот не совсем прилегающие конструкции начинают протекать. Причем это происходит регулярно, мы встречаемся очень часто с этим. Все конструкции сделаны неправильно. Собственно из-за чего мы устанавливали оптимизаторы. Видно тень по всему краю панелей. И в утренние часы, когда солнце восходит, часть панелей не работала. Сейчас мы их с помощью оптимизаторов отключаем, грубо говоря. И работает у нас полностью верхний ряд. А когда солнце поднимется уже выше, то будет работать и все остальное. На этой плантации то же самое. Мы видим как раз тень попадает на 6 панелей и на 3 панели, которые находятся совсем рядышком. Сейчас туда также устанавливаем оптимизаторы. И смотрим, работает эта проблема. Установщик при установке не учел, что вокруг вот этой конструкции также находится тень. И в итоге все участки, все МППТ попадают, хоть одна панель все равно в теневую сторону. Сегодня нам придется произвести демонтаж этих панелей, установить оптимизаторы. И соответственно часть панелей, которые будут попадать в тень, они просто будут исключаться из работы. А будут работать те, которые находятся на солнце. Кстати, вот такие моменты тоже. Солнце у нас оттуда. Здесь находится труба. И вот панель мы даже видим, что засветка идет. Даже остался такой теневой контраст. Куда попадает тень и куда не попадает солнце. Соответственно эта панель также не работала. Еще хочу повториться, что устанавливая оптимизаторы, мы не только добиваемся повышения КПД всей системы. Но и исключаем в том числе те панели, которые могут принести нам пользу. Если полностью сверху находится солнце, то тень не попадает и панель будет работать. Но у нас здесь получается в любых ситуациях, если сверху солнце попадает, вот эта панель в теневую зону. Если сбоку, то вот эти части. И как бы ни старался клиент полностью заполнить это пространство крыши, все равно в любой ситуации попадает тень на панели. Единственный способ в этом случае это установка оптимизаторов. В целом эффективность этой системы должна увеличиться от 5 до 25%. Ну и результат, соответственно, мы вам покажем и расскажем. Ну и теперь проверяем результат работы после установки оптимизаторов. Видим, что наша система производит сейчас 40 киловатт. Промышленное предприятие потребляет 25 киловатт и 15 киловатт мы отдаем в сеть. Полностью установлены оптимизаторы, работают. Переходим в статистику и мы видим, что на сегодняшний день, учитывая, что сейчас январь месяц 96% выработанной энергии идет полностью на потребление. То есть система работает отлично и мы компенсируем почти все затраты энергии. Переходим во вкладку по инверторам и также смотрим работу каждого МППТ, каждого инвертора. Здесь у нас установлено 3 инвертора и мы видим, что на каждом МППТ присутствует напряжение, присутствует ток. Все как положено. На этом, друзья, все. Ставьте лайки, кому понравилось это видео, кто нашел для себя полезную информацию. Не забывайте подписываться на наш канал и, соответственно, писать комментарии, если у вас появились вопросы. Постараемся ответить, если будет на это возможность и время. Еще раз всем удачи, добра и позитива. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok